Очевидно, что США как страна очень важна в отношении продвижения цифрового доллара. Это ключевой момент. И мы очень гордимся тем прогрессом, который сделали, например, American Express и множество других наших партнеров. Я думаю, что регуляторная среда в США, сказать по правде, является лучшей для финтех-компаний. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что американская администрация относится к финтеху и инновациям так же серьезно, как к поддержке крупного бизнеса. Вообще-то, крупный бизнес в этой отрасли должен работать вместе, чтобы по-настоящему ускорить прогресс. Поэтому мы очень позитивно настроены относительно регуляторной системы США под управлением администрации Трампа. Мы также думаем, что регуляторам нужно использовать осмысленный подход, чтобы остановить плохих парней, которые пытаются эксплуатировать весь этот прекрасный прогресс. Конечно, хайп тоже имеет место в этом бизнесе, но поддержка платформы дает шанс понять, что инвестируя в нее вы не проиграете. Я говорю обо всех основных платформах платежей, которые конкурируют в этой индустрии. Так что мы очень позитивно настроены по отношению к тому, что администрация Трампа делает с регуляторной точки зрения. Всем привет, ребята! Меня зовут богатейший Ди, и это интервью давал исполнительный директор Ripple Крис Ларсон. И оно показывает нам важную роль, которую играет администрация Трампа в принятии Ripple и других криптовалют. Крис Ларсон заявил, что он очень позитивно настроен по отношению к администрации Трампа. Прежде чем мы продолжим, давайте рассмотрим еще одного работника Ripple, директора по продуктам Ripple, Крейг Девита. Крейг закончил Стэнфордскую школу бизнеса, и он работает в Ripple с 2015 года. Именно тогда он и начинал карьеру в качестве старшего продакт-менеджера. Он был ответственен за стратегию и разработку Ripple.net, а сейчас он является директором по продуктам Ripple. Зачем я показываю вам его страницу? Все потому, что несколько месяцев назад в июне Крейг Дэвид заявил, что центральные банки могут запустить собственные цифровые валюты буквально на протяжении одного дня. Это было два месяца назад. В этой статье он сказал, что не так важно, кто первым выпустит свою национальную криптовалюту. Самое главное – это правильный подход. В некотором смысле Дэвид намекает, что Китай и некоторые другие страны не опережают США в отношении регулирования криптовалют. Он уверен, что в конечном итоге США серьезно возьмутся за инновации в сфере цифровых активов и успешно установят адекватные стандарты. Это очень важно, особенно в свете последних новостей, которые я сейчас вам озвучу. Например, блогер XRP Криптовульф поделился вот такой информацией. Китай готовится расширить программу тестирования цифровой валюты на крупные города, включая столицу Пекин и Гонконг. Министерство Китая говорит о том, что разработка цифровой валюты должна быть завершена к концу этого года. Этот процесс начинает ускоряться все быстрее и быстрее на фоне кризиса, пандемии, на фоне печатания денег и ухудшения отношений с Соединенными Штатами. США просто обязаны ответить на этот ход Китая. Почему? Потому что Трамп всегда отвечает на развитие технологий Китая. В этот же день Федеральный резерв США опубликовал пресс-релиз об исследованиях и экспериментах для улучшения понимания возможностей и рисков, связанных с цифровыми валютами. Правительство США дает понять, что они на шаг впереди своих конкурентов в отношении цифровых инноваций. Я показываю вам это, чтобы вы поняли. Когда они публикуют подобные статьи, обычно это означает, что технология уже готова. Они не экспериментируют, эксперименты уже закончились. Они не просто взяли этот проект вчера и сказали, а давайте теперь попробуем его потестировать. Все это прорабатывалось годами, просто сейчас наступил момент, возможность для принятия. Не зря директор по продуктам Ripple Крэйг Дэвид сказал, что Центральные Банки могут запустить свои цифровые валюты буквально за один день. Он всегда думает, что говорить. И он прямо упомянул, что Центральный Банк США уже готов к запуску. Все дело лишь в регуляции и политических вопросах. Прямо сейчас они просто строят базовую легенду для принятия. Это документ Федеральной Резервной Системы США, который был опубликован 13 августа. Давайте я переведу вам основные моменты. Данные инициативы дополняют широкий набор инноваций, связанных с платежами, и находятся в процессе рассмотрения Федеральной Резервной Системой. Учитывая роль доллара, очень важно, что ФРС остается во главе исследований и разработок политики, относящейся к цифровым валютам Центрального Банка, говорит член управляющего совета ФРС Лайел Брейнард. Как и другие центральные банки, мы продолжаем рассматривать возможности и риски использования цифровых валют по сравнению с наличными деньгами и другими платежными способами. Технологические инновации побуждают переосмыслить понимание денег. Понимая свою роль в предоставлении безопасной, доступной и эффективной платежной системы, ФРС США задействована во всех текущих разработках и экспериментах самыми последними платежными технологиями. Технологическая лаборатория ФРС расширяет экспериментальную базу с технологиями, имеющими отношение к цифровым валютам и другим платежным инновациям. ФРС продолжает практические исследования для того, чтобы лучше понять платежные технологии и поддержать разработку политической основы для введения новых платежных способов. Лаборатория ФРС – это многопрофильная команда, собранная из членов Комитета управления и Банка Федерального резерва. Она занимается экспертизой платежной экономики, законодательства, технологий и компьютерных наук. В дополнение к этому Федеральный резервный банк Бостона взаимодействует с исследователями MIT, уже многие годы работая над построением гипотетической цифровой валюты, ориентированной на использование Центральным банком. Вот здесь я прямо хочу подчеркнуть – многие годы, они так и пишут. Это исследование направлено на поддержку огромных усилий ФРС в создании безопасной и эффективной системы цифровых валют Центрального банка. Проект направлен исключительно на разработку, а также изучение возможностей и ограничений этих цифровых технологий. ФРС также продолжает свое сотрудничество с другими Центральными банками и международными организациями, так как это улучшает их понимание цифровых валют Центральных банков. Друзья, вспомните проект Цифрового доллара, который уже некоторое время находится в разработке, и к которому причастна компания Accenture, которая, в свою очередь, является партнером Ripple. Кристиан Джанкарло, один из руководителей проекта Цифровой доллар, раньше являлся главой комиссии по торговле товарными фьючерсами и лично заявлял, что XRP не является ценной бумагой. Я также нашел некоторые документы, которые касаются цифровых валют. Информация записана со слов Лоеллы Брейнард. Она утверждает, что офис Федерального резерва выступает важным звеном, которое занимается инновациями в финансовой системе и финансовых институтах, финтехе, технологических компаниях, организациях и других участниках отрасли. Мы делаем все для продвижения здоровых инноваций в сфере финансовых услуг и платежей. Кроме того, мы охватываем регуляторные технологии, блокчейн, кибербезопасность и цифровой банкинг. Все это вместе говорит о масштабе и нацеленности на технологические инновации в сфере финансовых услуг. Это свидетельство больших инвестиций в эти технологии, к которым мы можем прийти, осуществляя такие действия и поддерживая наши старания, даже несмотря на кризис пандемии. Банки, финтехкомпании и технокомпании изучают варианты использования инновационных технологий для улучшения эффективности платежей, расширения финансовой составляющей бизнеса, ускорения и принятия цифровых валют и уменьшения расходов как банка, так и конечного потребителя. Цифровые валюты, включая валюты центральных банков, предоставляют возможности и одновременно риски, связанные с анонимностью, незаконной деятельностью и финансовой стабильностью. Введение биткоина и последующее появление стейблкоинов с потенциалом охватить весь мир, таких как, например, Libra от Facebook, подняло фундаментальные вопросы о законодательных и регуляторных гарантиях, финансовой стабильности и роли валюты в обществе. Эти угрозы усложняют самую главную задачу цифровых валют центральных банков, и это сохранение независимости национальной валюты как основы национальной платежной системы. Более того, Китай стремительно продвинулся в разработке собственной цифровой валюты центрального банка. Понимая все эти проблемы, Федеральный резерв США продолжает исследования и эксперименты, имеющие отношение к технологии распределенного реестра, то есть блокчейна, и потенциальным способам применения цифровой валюты. Учитывая глобальную роль доллара, крайне важно, что ФРС остается во главе исследований, связанных с цифровыми валютами центральных банков. В рамках данного исследования центральные банки изучают потенциал инновационных технологий для того, чтобы предложить цифровой эквивалент наличных денег. Как и другие банки, мы, Федеральная система США, продолжаем изучать плюсы и минусы цифровых валют, так же, как и способы применения этих валют в качестве дополнения к наличным деньгам и другим платежным способам. Также ФРС США отметила, что проводила внутренние тесты на протяжении нескольких последних лет. На протяжении нескольких последних лет, это самое важное. Это чисто сердечное признание, что они готовились к этому несколько лет как минимум. Это случилось бы и с глобальной пандемией, и без нее. Глобальная пандемия просто ускорила события. Крейг Дэвид предупреждает, что принятие цифровых валют центральных банков может произойти за один день. Мы всего в одном шаге от регуляторного разъяснения ситуации, прежде чем увидеть цифровую валюту центрального банка США. Обязательно обратите внимание на следующий финансовый пакет помощи гражданам, который готовит правительство США. Ведь в этом пакете потенциально уже может быть использован цифровой доллар. Еще во время первого пакета помощи было предложено использование цифрового доллара, но от него отказались в последнее мгновение. Но в следующий раз они могут его использовать, и в следующий раз мир может измениться навсегда. А на этом все, меня зовут Богатейший Ди, если видео вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк. А также подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»